Дорогой телезритель Сейчас как раз отличное время для этого Мероприятие по понятным причинам не проводится Чем же съемка работ не развлечения? Снял, прислал и следишь за результатами Сказка! Я лишь мотивационно напомню, что наш главный приз Это современный смартфон И все подробности участия я непременно расскажу вам в течение выпуска И начнем мы с номинации «Народный репортер» Очень приятно видеть, что на данный момент это самая популярная номинация В ней участвуют уже знакомые вам и нам народные репортеры А также постоянно присоединяются новые участники Вот, к примеру, есть небольшой музыкальный репортаж От Павла Ленского со съемок фильма «Белый снег» на стадионе Тирвас Перед просмотром я сразу предупреждаю Что в основе репортажа всего одно слово Зато какое! Смотрим! Если кто не в курсе, сразу хочу успокоить Что экибастуз — это не что-то ужасное Это достаточно крупный казахстанский городок с населением 134 тысячи человек Что имели в виду эти люди, говоря экибастуз на камеру, пусть останется загадкой В любом случае, мы очень рады, что вы, Павел, вместе с вашими коллегами по съемкам не скучали в перерывах И спасибо вам за участие Ну и пришло время вновь затронуть наших хедлайнеров в номинации «Народный репортер» Они в списках лидеров уже вторую неделю Это Юлия Бакиева и Сергей Данилевич Напомню, что в этой номинации для нас очень важно количество представленных работ от участников В случае, если число работ двух репортеров одинаковое, то тогда все работы рассматриваются с точки зрения качества предоставленных видео А именно, актуальность темы, подвижный видеоряд, герои, подача репортера и, в случае необходимости, монтаж И, кстати, если вам легче воспринимать печатную информацию, то в группе Народного телевидения «Хибины» в социальной сети ВКонтакте есть положение о конкурсе «Я на народном» Но что-то мы ушли от наших народных репортеров Возвращаемся Для начала предлагаю вам ознакомиться с работами победителя всех прошлых недель конкурса в номинации «Народный репортер» Сергея Данилевича В данный момент все соревнования в области по понятным причинам отменены А ведь Сергей у нас прославился как спортивный репортер Но желание участвовать было сильнее, поэтому Сергей решил попробовать другой контент Небольшой обзор снежной ситуации в городе Апатиты А вот еще один репортаж от Сергея, посвященный уборке снега в Апатитах Да, в этом году зима очень снежная С угробы больше даже человеческого роста Еще несколько видео от Сергея о лыжной трассе спорткомплекса «Атлет» О словах благодарности и о прекрасной погоде Светит солнце Народу на лыжне много Трассы подготовлены хорошо Кататься одного удовольствия Несмотря на то, что лыжные трассы все еще открыты для общего доступа Многим спортсменам никак не потренироваться по своим профильным видам спорта И им приходится проводить время дома Внимание! Всем, кто еще не закупился туалетной бумагой в связи с пандемией Следующий видеоматериал может вызвать негативные чувства Почти весь европейский футбол в изоляции из-за коронавируса И футболисты придумали State Home Challenge Или по-нашему «Оставайся дома» Где они должны были чеканить туалетной бумагой в домашних условиях Вот челлендж подхватил игрок футбольного клуба «Апатит» город Кировск Сергей Ведерников Оператор этой работы Сергей Данилевич И сразу на челлендж отозвался участник команды «Атом Свифт» из города Полярные Зори Илья Кунаев Кстати, Сергей добавил музыку в присланное видео Но и это еще не все Как же обзор работы от Сергея Данилевича и без соревнований? Поэтому Сергей прислал видео с чемпионатом Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд Который прошел в январе 2020 года Игрок кировской команды «Апатит» отражает 6-метровый пенальти Девиз видео «Витя, тащи!» Да, Витя, тащи, тащи! Хорош! Хорош, Витя, молодчик! Бухоннище! Очень приятно, Сергей, что вы так загорелись нашим конкурсом Что просто заваливаете нас своими работами Это в хорошем смысле слова Поэтому ждем от вас новых работ И пришло время перейти к нашему второму хедванеру номинации «Народный репортер» Юлии Бакиевой Сразу стоит сказать, что Юлия подходит к своим работам очень старательно И каждая ее работа – это не просто видео А целый репортаж Итак, вот что прислала нам Юлия на этой неделе О вездеходах Макарова-Бурвак, которые прибыли в Кировск из Екатеринбурга Мы здесь планировали поучаствовать в мероприятии погружения в Арктику Возить водолазов от базы и участников на озеро Малый Гульяр Но это все отменилось из-за коронавируса На маршруте должны были работать две машины экспедиционной модификации И несмотря на отмену по понятным причинам мероприятий, в которых вездеходы должны были участвовать Небольшая экспедиция все же отправится в Хибины, чтобы протестировать машины Небольшой обзор на количество продуктов и товаров на привавках в связи с коронавирусом На примере апатитского гипермаркета И самое интересное – туалетные бумаги Все это происходит на волне паники, вызванной вирусом COVID-19 Как обстоят дела с продовольственными товарами в наших городах, предлагаю проверить вместе Апатиты – самый большой гипермаркет в городе, 18 марта И последнее видео о занятости детей в период пандемии Тут просто без комментариев То есть найти свой гараж Ну а потом вперед и с песней Прекрасная альтернатива массовым мероприятиям Отличный повод с пользой и на свежем воздухе провести время И вы довольны, и ребенок будет занят полезным делом Закинув свои гаджеты в дальний угол Берегите себя и своих близких Спасибо, Юлия, за ваше участие и кропотливую работу над каждым сюжетом Ждем новых репортажей Ну что ж, а теперь пришло время узнать, кто же стал у нас победителем недели в номинации «Народный репортер» Им стал... Вновь Сергей Данилевич! Сергей третью неделю стремительно движется к тому, чтобы стать победителем месяца в номинации «Народный репортер» А это значит, что Сергей уже близок к тому, чтобы побороться за наш главный приз – современный смартфон Поздравляем! Почему так происходит? Да потому что один и тот же участник в номинации может стать победителем неограниченное количество раз Всем, кто участвовал в номинации «Народный репортер» огромное спасибо! Мы ждем от вас новых работ! И помните, что у нас в первую очередь оценивается количество присланных видео Мы всегда рады, когда с нами делятся своим творчеством А так как в этой номинации могут участвовать только непрофессионалы Мы понимаем, что эти записи всегда волнительны Но зато есть люди, которые уже вошли во вкус Вот, к примеру, Марина Дрявичева Победительница прошлой недели в номинации «Народный артист» Все равно продолжает нам присылать свои творческие работы В этот раз это замечательное стихотворение про Кировск Давайте посмотрим Однажды на ладонях гор Хибин родился милый сердцу уголок Среди озер и каменных равнин он подарил уюта островок Была нелегкая его судьба То солнце, то буран, метель опять Но стойкою была людей борьба Которых Кировск вместе смог собрать И на такой воодушевленной стихотворной ноте, которую нам задала Марина Мы отправимся знакомиться с самыми знаковыми работами этой недели в номинации «Народный артист» И начнем мы с вами с самого загадочного видео, которое присылал нам Руслан Каноненко Если вы думаете, что Руслан немного странный, то как вам такое? Видно, Йети отобрал телефон у Руслана, чтобы записать такую замечательную экскурсию Спасибо за вашу работу, Руслан Надеюсь, с вами все в порядке и Йети вас не поймал Ну, наверное, не поймал, раз вы видео прислали Но если вы с Йети вдруг нашли общий язык, то ждем новых работ от вас И переходим к следующей нашей работе в номинации «Народный артист» Которую прислала нам Анастасия Афанасенко В прошлый раз Анастасия пела, в этот раз пустилась в пляс Давайте посмотрим Какое прекрасное стремление к победе! Спасибо, Анастасия! Интересно, вот как это не профессионалу уметь столько всего делать? Хотя, чего это я? Давайте позвоним и узнаем Здравствуйте, Анастасия! Привет! В прошлом выпуске были песни, теперь танцы Что будет дальше? Чем еще сможете, так сказать, удивить? Чем вскоре удивлю я, я хочу пока что оставить в секрете И никому об этом не говорить Потому что я хочу это реализовать так, чтобы это запало в душу каждому Анастасия, вы как помните, у нас в номинации «Народный артист» участвуют лишь непрофессионалы А вот с чего начинался ваш непрофессиональный путь, так сказать? Какой жанр был первый? Он начинался очень легко, и я думаю, что он был у каждого таков Ты просто ходишь, напеваешь какие-то песни Я понимала, что мне это начинает нравиться петь И все-таки я пошла себя развивать Я не остановилась и продолжила в ДК Ну и последний вопрос Что бы вы могли пожелать другим участникам конкурса «Я на Народном»? Искренности, еще больше харизматичности, еще больше ярких эмоций И, наверное, тут не будет корректной фразы «Пусть победит сильнейший» Наверное, тут будет уместней Пусть победит человек самый яркий, человек самый харизматичный И человек, у которого вся душа открыта на все 200, наверное, процентов Вот видите, как наши участники борются за победу Ни песни, так танцы Ни танцы, так стихи Ни стихи, так фокусы В этой номинации творческие жанры не ограничены Ну что ж, а теперь пришло время узнать Кто же стал победителем недели в номинации «Народный артист» В рамках конкурса «Я на Народном» Иииииии Им стала Анастасия Афанасенко Поздравляем! Теперь Анастасия стала кандидатом, который может быть победителем месяца И в случае получения титула побороться за наш главный приз Современный смартфон Огромное спасибо всем, кто участвует в этой номинации Видеть ваши творческие номера для нас услада Поверьте Конкурс «Я на Народном» продлится до конца мая А значит, еще много времени, чтобы все могли сверкнуть своим талантом Удачи! А мы поехали дальше Народный синоптик В этой номинации участвуют те, кто смог поймать съемочную группу народного телевидения На улицах Апатитов и Кировска Рассказать прогноз и креативно пожелать что-нибудь прекрасного и хорошего всем нашим телезрителям Ну что, вроде все просто Поэтому, если вдруг на горизонте ваш взор озарила камера на штативе И рядом блистательный корреспондент стоит с листочком в руках Не стесняйтесь, подходите и участвуйте Итак, давайте узнаем, кто знакомил нас с прогнозом погоды на этой неделе Улыбчивая Юлия Не чихайте и будьте здоровы Позитивная Диана Ломакина Всем передаю большой привет своим родственникам, подругам Желаю быть здоровыми и все Согревающая своими словами Елена Желаю всем, быстрее наступала, чтобы весна, чтобы было тепло и снег наконец-то нас освободил Спортивный Алексей Желаю нашим лыжникам на выходные хорошей погоды и хорошей лыжни И победительница этой недели в номинации «Народный синоптик» Заботливая Ольга Поздравляю! Главнее всего погода в доме Берегите себя и своих близких Не болейте Уважаемая Ольга Вы сказали, несомненно, точно Сейчас многие находятся дома с семьей и близкими людьми А значит, воистину, главнее всего погода в доме Поэтому этот прекрасный приз «Конфетное яблоко» уходит к вам Пусть он принесет вам множество солнечных дней Как на улице, так и дома Свой приз вы можете забрать в редакции Народного телевидения Хибины Город Кировск, улица Хибиногорская, дом 35 Ждем вас! Всем нашим синоптикам спасибо большое за участие С таким позитивом в ваших словах Наверняка станет теплее раньше, чем обычно Мы все на это надеемся Как-то так, дорогой телезритель Присылайте ваши работы в личные сообщения В группе Народного телевидения Хибины По ссылке внизу С пометкой «Народный репортер» или «Народный артист» Участвуйте и побеждайте И до встречи на Народном!